Привет! На этой неделе активнее всего вы комментировали очередной доклад о причинах крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Свои выводы представила экспертно-журналистская группа Bellingcat. И не просто представила, назвала конкретных людей. Эксперты с кучей оговорок предположили, что это могли быть российские военные. BBC не располагает ни подтверждениями, ни опровержениями этой версии. Более того, другие эксперты периодически критикуют методы группы Bellingcat. Ну а что об этом писали вы? Дмитрий Павлов назвал доклад бредом. Доказательства взяты частично из соцсетей, масса слов типа «предполагается», «возможно», «могли бы». По мнению Дмитрия, все это напоминает недавний фильм о якобы имеющих место в миллиардах Владимира Путина, снятый в BBC. Реплика Дмитрия Павлова набрала более ста лайков и стала самой популярной. Но вот Геннадий Палей, или Палей, не согласен. Его мысль в том, что это неформальное следствие, и вопросы-допросы тут невозможно. Отсюда масса оговорок. Еще одна тема, которая привлекла ваше внимание — расширение функционала Фейсбука. Теперь вы можете не просто лайкать посты, а выражать удивление, печаль, злость и даже любовь. Эта новость на нашей странице набрала более 800 откликов, кому-то даже полюбилась. Но некоторые из вас загрустили из-за отсутствия кнопки «не нравится», которая так и не появилась. Просто возмутительно. И напоследок самая популярная видеонеделя. Что вы будете делать, когда вам исполнится 106 лет? У кого-то в этом возрасте сбываются мечты. Американка Вирджиния Маклорен попала в Белый дом и встретилась с президентом США. Барак Обама, как настоящий джентльмен, закружил даму в вихре танца. Многие из вас порадовались за Вирджиню, некоторые придирчиво написали, что вот наш Владимир Дельфин в свои 100 лет красивее танцует. Well done, Virginia and Vladimir! Не пугайтесь, это новое приложение для мобильника, при помощи которого можно примерить на себя различные маски. Ну вот, например, посмотреть, как вы будете выглядеть в образе Джокера. Или, например, не побоюсь этого слова, самого Гарри Поттера. Например, попробовать поймать золотой мяч ртом. Ну, не получилось. Но, как бы то ни было, кем бы вы ни были и сколько бы вам ни было лет, не бойтесь экспериментировать и мечтать. Всего доброго, пока!